Друзья, всех приветствую на торговой сессии «Среды». Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря также предостаточно макроэкономических релизов, которые будут влиять на динамику разных финансовых инструментов. В 8.00 по GMT ждем отчет по бизнес-оптимизму АЭФО Германии. Учитывая последние данные по состоянию промышленности и сферу слуха ведущего локомотива европейской экономики, я практически не сомневаюсь в том, что сегодня мы увидим еще один слабый отчет, который напомнит нам, почему немецкую экономику, экономику Германии уже сейчас и прогнозируют серьезнейший экономический спад и рецессию. Кстати говоря, давление, которое сейчас оказывается макроэкономической статистикой на Германию, это по сути риски для всей еврозоны. Поэтому каждый раз, когда я касаюсь перспектив еврозоны в целом, я отмечаю, друзья, то, что Европа сейчас не лучшая, скажем так, макроэкономическая среда с точки зрения индикаторов общего состояния экономики, чтобы доверяться в валюте, которая стоит за этим регионом. Поэтому я особо не вижу каких-либо стоящих перспектив для роста европейской валюты. Далее в 14.00 по GMT ждем отчет по продажам новых домов в США. Тоже важно сейчас будет проанализировать эту статистику, потому что рынок недвижимости – это тоже приличная часть американской экономики в целом. И нужно внимательно относиться к этим данным, потому что, по сути, рынок недвижимости и общее состояние данного сектора – это лучший индикатив того, как экономика адаптируется к высоким процентным ставкам. Хотя, судя по последним отчетам, можно заранее сделать вывод о том, что экономика США довольно неплохо переживает период высоких процентных ставок. В 17.00 по GMT ждем выступления главы Европейского Центрального банка Кристин Лагард. И в 20.35 по GMT выступление главы Федрезерва Джером Павла. Кстати, очень странно было видеть в повестке экономического календаря выступление Павла, тем более, что до заседания Федрезерва остается, по сути, одна неделя. И есть такое понятие, как эфир радиомолчания, когда представители ФРС, да и, собственно, сам Павл, не имеют права высказываться заранее, чтобы не создавать какую-то спекулятивную нагрузку, не формировать мнение перед непосредственно самим заседанием и очень важным событием для рынков. Ну, может быть, Павл будет в меньшем ключе говорить о перспективах американской монетарной политики. Давайте по основным финансовым инструментам, за которыми мы следим. Индекс доллара снова рос. 106 пунктов сейчас, в соответствии с нашими ожиданиями, коррекция американской валюты была недолгой. Покупатели довольно быстро выкупили этот инструмент и стоило только появиться локальному фактору поддержки, в данном случае макроэкономической статистики. И, собственно, индекс доллара снова оказался выше уровня 106, который мы рассматривали как отправная точка перед тем, как этот инструмент уже нацелится на движение в район 107 пунктов. Еще раз напомню, что база роста американского доллара сейчас связана с ожиданиями все-таки потенциального повышения процентной ставки, с высокими показателями доходности американских трежер из десятилетки держатся на отметке 4,83%, сохраняющихся геополитических рисков, которые способствуют повышенному спросу на защитные инструменты. В плане макроэкономической статистики вчера мы ждали индекс CPMI производственного сектора и активности, деловой активности в сфере услуг. По прогнозам, буквально все ожидали, что статистика разочарует, но мы сделали вывод, что раз розница до этого была неплохая, промышленная производство тоже продемонстрировала рост. Сюрпризы могли бы быть и от индексов CPMI. Оказались правы, потому что в целом статистика вышла существенно лучше прогнозов и ожиданий. CPMI производственного сектора 50 пунктов ровно, индекс восстановления 49,8. Главный вывод то, что и промышленность США выбралась в зону роста, зоны стагнации. Сфера услуг 50,9 с 50,1. То есть здесь тоже нахождение выше 50 пунктов, поэтому сфера услуг будет вносить свой позитивный, положительный вклад в общую динамику экономического роста. И данные по ВВП мы, собственно, ждем уже завтра. По прогнозам в третьем квартале американская экономика выросла на 4,2%. Если цифры реально совпадут с ожиданием экспертов, тогда у американского доллара будет еще один фактор неплохой фундаментальной поддержки, которым он непременно воспользуется. Сильные макроэкономические данные доказывают то, что американская экономика остается крайне устойчивой к текущему вектору денежно-кредитной политики. Прекрасно справляется с уровнем процентной ставки на отметке 5,5%. И, быть может, легко может переварить еще одно повышение ставки на 25 байсных пунктов, которые, как я отметил, все-таки вероятно в рамках этого года. Главный вывод – доллар интересен инвесторам и трейдерам, и, соответственно, американская валюта будет пользоваться спросом. Тоже можно сделать акцент на контраст вот этих данных. Вчера практически по всем регионам страны ЕС, еврозона в целом, Япония, США, Австралия были опубликованы индексы по делу активности, промышленности и сферу услуг. И единственной экономикой регион, где статистика вышла гораздо лучше прогнозов, оказались США. Поэтому здесь можно довериться, опять же, американской экономике и, соответственно, сделать вывод, что у доллара куда больше шансов вырасти, чем, скажем, у своих валютных оппонентов, если говорить о валютах тех регионов, которые я также перечистил. Далее. Европейская валюта против доллара 1.06 текущей котировки и снижение. Возобновилась, следом за укрепением курса американского доллара, евро, на мой взгляд, и дальше будет испытывать серьезное давление. Вчерашние индексы PMI по Германии 40.7. Фактически показатель вырос незначительно со 39.6, но все равно остался в зоне спада. Сфера услуг 48, друзья, пунктов со 53. То есть сфера услуг хоть как-то вносила хоть какой-то положительный вклад в темпы экономического роста Германии. Сейчас сфера услуг также ушла в зону спада. По еврозоне в целом статистика также плохая. 43 пункта это динамика промышленной активности. Сфера услуга 47.8 с 48.7. Тоже выводы. Раз снижаются индексы экономической активности производственного сектора и сферы услуг, значит автоматически растут риски спада, рецессии, причем затяжной. И это снижает вероятность того, что Европейский Центральный Банк пойдет на дополнительное повышение ключевой процентной ставки. Без роста процентных ставок евро вряд ли сможет оправиться и выйти на прежнюю траекторию роста. Вывод. Ждем снижения в районе отметки 1.05 и потенциально ниже. Британская валюта похожа. Ситуация 1.2171 текущие котировки. Анализируем данные по индексам активности производственного сектора и сферу услуг. Сфера услуга это основной сектор британской экономики, который генерирует больше участия в ВВП. 49.2 со 49.5. Снижение. Показатель ниже зоны роста. Производственный сектор 45 со 44.3. Небольшой рост, но он не имеет никакого значения, пока индекс остается ниже 50 пунктов. Многие эксперты уже сделали вывод, что после таких данных стоит ожидать снижения ВВП в этом квартале на 0.2-0.3%. Я думаю, что именно так оно и будет. И экономика Великобритании будет конкурировать с экономикой Германии за самые худшие макроэкономические показатели до конца этого года. Со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для национальной валюты. Ждем тестирования поддержки 1.20. Доллар иена 149.84. 16 пунктов до нашей цели. Думаю, что вот эта волна покупок, которая возобновилась с вчерашнего дня, все-таки дотащит пару до нашей цели 150. Против иены сейчас слабая статистика по индексам PMI Японии. Промышленный сектор так и остался тоже в зоне стагнации. Хотя сфера услуг пока держится в зоне роста, но здесь тоже устойчивая нисходящая тенденция. В прошлом месяце, точнее, это статистика уже октябрьская, индекс активности в сфере услуг снизился с 53,8 до 51,1. Тоже не вижу пока причин, чтобы всецело полагаться на потенциальный рост японской иены. Тем более, что ранее были также индикаторы того, что признаки, что Банк Японии воздержится от ужесточения национальной монетарной политики. Американский фондовый рынок S&P 500, с которым мы следим, особо картина не поменялась. Так и топчется индекс в районе 4 250 пунктов. Ждем дальнейшее снижение. Рынок нефти 88 долларов. Вы знаете, после выхода целого блока слабых индексов PMI по основным регионам мира, я думаю, что этим как раз и можно объяснить снижение котировок нефти, потому что чем хуже обстоят дела с промышленностью, с деловой активностью в странах, тем выше риски экономического спада, рецессии и потенциального снижения спроса на углеводороды. Но это все локальная статистика. Я думаю, что есть куда более значимые нейтрализаторы этого негативного фона. И эти нейтрализаторы события на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, кризис, снижение запасов нефти США и, соответственно, ограниченное предложение, которое продолжает снижаться из-за действий Саудовской Аравии и России по сокращению производства. Этот фонд, в конечном счете, вытащит бренд снова выше 90 долларов за баррель и думаю, что произойдет это уже в ближайшее время. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok